друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном канале сладкий персик сейчас стало модно давать старым привычным вещам новые названия например общежитие сейчас называется к ливинг полезный продукт суперфудом а всем знакомая ячница болтуни стала скрамблом поэтому мы тоже решили не отставать от трендов и сейчас я вам покажу рецепт оладьев точнее по-модному панкейков за 15 минут нам понадобится 100 грамм муки 100 миллилитров молока 2 столовых ложки сахара щепотка соли половина чайной ложки соды 1 4 чайной ложки лимонной кислоты 1 яйцо и 2 столовые ложки растительного масла и сначала нам нужно смешать все сухие ингредиенты поэтому берем глубокое блюдо насыпаем туда муку соду лимонную кислоту немножко соли и весь сахар и все это хорошенько перемешиваем с помощью венчика вилки или обычной столовой ложки обращаю ваше внимание на то что в этом рецепте я использую соду и лимонную кислоту если этого у вас нет то вы можете заменить эти два продукта на обычный разрыхлитель примерно полторы чайной ложки дальше когда смешали все сухие ингредиенты разбиваем туда яйцо и наливаем молоко я молоко обычно не подогреваю прям беру из холодильника отмеряю нужное количество и наливаю всегда все хорошо размешивается размешивать нужно тщательно так чтобы в тесте не было комочков для этого лучше всего использовать венчик или можно даже воспользоваться миксером тесто для панкейков должно получиться довольно густым посмотрите на консистенцию как у меня на видео когда тесто размешали добавляем туда растительное масло и снова все хорошенько перемешиваем масло всегда нужно добавлять в самом самом конце я бы советовала использовать именно подсолнечное масло потому что оливковое масло иногда горчит и горечь в панкейках нам точно не нужна дальше разогреваем сковороду можно блинную можно обычную и выкладываем наши панкейки с помощью столовой ложки панкейки всегда жарятся на сухой сковороде без масла здесь все как обычно жарим с двух сторон и следим чтобы блинчики не пригорели готовить панкейки конечно лучше всего на сковородке с антипригарным покрытием потому что панкейки всегда жарится без масла и если у вас например чугунную сковородку то они конечно могут слегка пригореть и это делается намного сложнее и еще важный момент огонь не должен быть слишком сильным так как панкейки у нас довольно толстые довольно высокие пышные они должны хорошо приготовиться и внутри посмотрите какая красота и какие они белоснежные и пышные на самом деле между оладьими панкейками есть небольшая разница панкейки всегда жарятся на сухой сковороде а оладьи всегда жарится в масле это отличный рецепт для вкусного и быстрого завтрака уверена что он вам тоже очень понравится не забудьте пожалуйста поставить лайк и подписывайтесь на мой канал